Увидел как-то спор в соцсетях о разнице качества проживания в российских городах и городах страны 404. И там один человек писал, что Москва и Санкт-Петербург – это не Россия. Точнее, не вся Россия. А вот, мол, вне областных центров граждане из 404-й не употребляют термины «глубинка» или «провинция», потому что вся их страна провинции есть. Социально-бытовая высота приблизительно сравнима с тем, что сейчас в стране 404. И нужно сказать, что подобный стереотип бытует среди национально озабоченных за майдановских небратьев сплошь и рядом. И это еще одно мощное заблуждение их обывателя, сопоставимое по мощности с мнением, что их армия может спокойно разбить нашу. Вот о таких заблуждениях и пойдет сегодня речь. Итак, страна 404 – не Россия. Именно так заявлял в своей книге президент Набуку К. С этим сложно не согласиться, однако дело в том, что для самих граждан 404 в этом ничего хорошего нет. Оставим Москву и Питер. Отодвинем областные центры. Пройдемся по российской глубинке. По той самой, где, как отмечали русские писатели, все еще сохраняется дух настоящей России. Какая она? Какое впечатление она произведет на интуриста? Есть ли вообще отличия жизни жителя условного райцентра из 404 от жителя райцентра российского? О деревне, как в них живут? Отличия есть, но чтобы не грузить вас скучной статистикой или цитированием принятых законов, мы просто проведем для вас небольшую экскурсию в виде путевых заметок, основанных строго на личных впечатлениях и впечатлениях наших знакомых, которые много лет проживали как в стране 404, так и в России. Верить этим наблюдениям или нет – дело ваше. Наша же изложить все как есть. Лично у нас накопилось пару десятков таких вот отличий, на которые особо наши граждане уже не обращают даже внимания. Начнем с мелкого. Отличие номер один – таксофоны в глухих хуторах. Например, гуляя по дремучему российскому селу, на фоне пасущейся скотины можно увидеть стоящий на улице таксофон. На столбе с навесом от дождя и возможностью бесплатно вызвать какую-нибудь экстренную службу. Вне зависимости от работы, мобильной связи или наличия мобильных телефонов, у населения власти провели в села подобные технологии. И такие таксофоны можно увидеть практически во всех деревнях, и ни в одной из них не была вырвана трубка или что-нибудь разбито. Нечто подобное для деревень из страны 404 – совершенно немыслимая штука, тем более с целым кабелем и телефонной трубкой, не оторванной в первый же день после установки. Отличие два – электронные журналы и сенсорные панели в школах. В наших школах даже небольших российских радиоцентров уже мало пишут мелом по доске. Доски во многих школах сенсорные, а сами школьники смотрят на это явление как на само собой разумеющийся. Пресловутые журналы, в которые учителя фиксируют текущую успеваемость каждого, также уже давно электронные. И не просто электронные, а с серверами, на которые может зайти любой родитель и в онлайн-режиме увидеть, что там получило его чадо на очередном уроке. Заводить два дневника, один для хороших оценок, а другой для плохих, как это делали школьники раньше, теперь бессмысленно. В соседней же стране в школах, несмотря на декоммунизацию, все еще продолжают скрипеть мелом по доскам. Отличие номер три – электронные очереди. Еще одно отличие России от евродержавы состоит в том, что живые очереди в российской глубинке сейчас можно увидеть все реже и реже. Например, только в супермаркетах, предпраздничные или просто выходные дни. В любой более или менее вменяемой государственной конторе прием осуществляется строго по очереди электронный. Российские бабушки и дедушки ловко воют пальцами по сенсорным дисплеям специальных аппаратов, которые тут же выбрасывают талон с порядковым номером, кабинетом и прочей информацией, полностью исключающей столь привычные обывателю из 404-й разборки в стиле «кто за кем и где стоял». Лечебные, финансовые, государственные учреждения, бюрократического толка – все они работают подобным образом, который считается нормой у нас уже давно. Отличие номер четыре. Вокзалы и закрытая территория. Все, кому приходилось бывать на железнодорожных вокзалах или автовокзалах в стране 404, прекрасно знают, что в них на постоянной основе обитают всевозможные асоциальные, а то и откровенно криминальные элементы. Вокзалы в соседней страны тесно интегрированы с привокзальными базарами, со всеми вытекающими последствиями. Так вот, в России ничего подобного нет. В любом захудалом райцентре просто так к рейсовым автобусам или поездам вас никто не пустит. Сначала пройдите рамку металлодетектора, потом еще одну, может быть, даже вас попросят показать билет на входе. Яркий пример – железнодорожный вокзал Симферополя. При прошлой стране его превратили в базарную помойку, а при России он стал чистым, спокойным, изолированным от нежелательных элементов места. Так что да, российские вокзалы всегда спокойны и чисты. В них никто не отрывает сенсорные информационные панели, не крадет емкости с дезинфицирующими средствами, не кормит бездомных собак и не валяется в непригодном виде в зале ожидания. Разница с реалями из соседней страны в этом случае просто феноменальна. Отличие номер пять. Охрана народных гуляний. Конец весны, начало лета в соседней стране – традиционная пора пьяных школьников, гуляющих после последнего звонка. В России подобное почти исключено. Такие дни к школам подтягиваются блюстители правопорядка, которые никого не выпускают, а также следят за тем, чтобы дети не слишком-то безобразничали. То же самое касается и народных гуляний. Если в селе Масленица, Ярмарка, День сельскохозяйственного работника или просто Новый год, то дороги натурально перекрываются автомобилями ГИБДД. На месте обязательно дежурит скорая, а если, например, люди ныряют в воду на крещение, то рядом будут и спасатели, имеющие соответствующую экипировку и технику. В соседней же стране любые провинциальные гуляния всегда предоставлены сами себе. Поэтому подобные мероприятия всегда отличались повышенной концентрацией различных нехороших происшествий, в том числе и криминального характера. Отличие номер 6. Отсутствие решеток на окнах. Удивительные места эти российские глубинки. В крупных городах еще кое-где можно увидеть решетки, а в провинции решетка – это редкость. В лучшем случае деревянные ставни. То ли дело города соседней страны. Там решетки могут ставить на окна не только первых, но и следующих этажей. Достаточно кому-то живущему на первом этаже поставить решетку на окно, как тут же его ставит тот, кто живет выше, опасаясь, что по этой решетке в окно залезет уже к нему. Потом выше и выше, вплоть до самой крыши. Ну а что до сел из соседней страны, то там даже решетки не спасают, поскольку их вырывают и сдают на металлолом. В селах России решетки на окнах домов – весьма нечастое явление, которое приезжим с наметанным взором и хлебнувшим реалии из страны 44 сразу же бросается в глаза. Отличие номер семь. Отсутствие стихийных рынков. Излюбленная тема городков из соседней страны, особенно провинциальных, стихийная торговля где ни попадя. Хоть на трамвайных путях. Едет трамвай, бабки убирают свои товары. Проехал – возвращают. Естественно, вместе с этим идут всевозможные нарушения земельного законодательства и вообще здравого смысла. Излюбленная базарная штука из соседней страны – это рекламный щит, состоящий из двух дверей от холодильника, установленный домиком где-нибудь по центру тротуара. Часто прямо на тротуарах лепят целые ларьки или паркуются автомобили. На пешеходов всем наплевать. Так вот, эта норма быта граждан страны 44. Для глубинки России – дикость. Хуторское хамство из соседней страны тут не проходит, особенно когда оно касается таких мест общественного пользования, как тротуары. Стихийные рынки и все, что с ними связано, Россия сделала пережитком 90-х, тогда как в соседней стране это стало нормой. Отличие номер 8. Борьба с сорняками. Удивительное дело, но вокруг российских сел и райцентров косят траву вдоль трассы. И не просто непосредственно у обочины, но иногда и в нескольких метрах от нее. Ничего подобного в соседней стране видеть не довладелось никому и никогда. Чтобы вокруг школы или на заднем дворе какой-нибудь больницы произрастал в человеческий рост такой карантинный сорняк, как амброзия, в России мне видеть не приходилось. Здесь вторая половина лета неразрывно связана с гулом бензокосилок. В России траву и всяко разные кусты косят вдоль трасс, даже между не очень популярными сельскими дорогами. И не просто косят, но и убирают потом все скошенное. Если бы нечто такое делали в соседней стране, это попало бы на центральные каналы. Приехал бы президент с депутатами, устроили бы фотосессию и запустили в небо шары. Россияне же подобных вещей даже не замечают. Отличие номер 9. Качество федеральных трасс. Чтобы закончить тему дорог, скажем, что гоголевское изречение о бедах России в виде дураков и дорог осталось актуальным лишь наполовину. Дураки на дорогах еще, к сожалению, имеются. А вот сами дороги теперь очень хороши. Тот, кому впервые удалось вырваться из соседней страны на российские просторы, сразу поражены не только качеством дорожного полотна и богатством разметки на трассе М4 Дон, но и инфраструктурой. Вдоль лесных массивов стоят километры заборов, защищая дороги от диких животных. Во многих, казалось бы, безлюдных местах можно увидеть надземные переходы, полностью крытые и освещенные. Ну и бесплатные туалеты на заправках. Это тоже норма для России. Словом, если бы мне хотелось показать на одном примере разницу между Россией и соседней страной какому-нибудь упоротому адепту майданных ценностей, я бы просто показал ему российские дороги. Хоть зимние, хоть летние. После этого спорить о российской отсталости было бы крайне затруднительно. Следующее отличие. Наша полиция наш бережет. Наши сотрудники очень вежливые. Страшно подумать, но в российских деревнях, селах и райцентрах полицейские ходят по домам, предупреждают людей о каких-нибудь мошенниках, активничающих поблизости, проводят плановые обходы, интересуясь у бабушек на лавочках, все ли у них в порядке, периодически устраивают прием граждан. В одной из деревень, в которой мне доводилось бывать объявлениями о личности участкового с его номером телефона и сроками приема граждан, были обвешаны все столбы и магазины. Так что привычное для обывателя из соседней страны определение «бандит в форме» по отношению к представителям родной полиции для обывателя российского бесконечное далекое понятие. Не то чтобы к нашей полиции нет никаких претензий, но разница в подходе к работе с населением между полицией нашей и их огромна. Следующее отличие. Власть мелких чиновников. Несколько раз приходилось слышать о земельных соседских спорах. В обоих случаях сторона, считавшая себя потерпевшей, угрожала пойти в райсовет и нажаловаться. И надо же такому случиться, что оба раза чиновники местного муниципалитета чуть ли не целой комиссии оперативно приходили на место и разбирались. Причем никто не предлагал порешать вопрос за деньги. Все строго в рамках закона. И те, кто был неправ, отодвигали возводимую конструкцию от соседского забора на положенное место и распахивали огород именно так, как сказал чиновник. Все это без протоколов, штрафов и лишних нервов. Так что да, мелкий чиновник из местного исполкома в российской глубинке это серьезная сила. Более того, сила чутко и знающая, что на него тоже есть управа в случае ненадлежащего исполнения своих обязанностей. В соседней же стране подобный механизм не работает совершенно. Следующее отличие. Алкоголь в общественных местах. Когда в соседней стране во времена президента на букву Ю били закон о запрете курения на улице, там мужики ржали о киконе. Они так делали, потому что на улице принято не только курить, но и бухать. Раздавить на лавочке у остановки бутылочку, купленную в местной же круглосуточной разливочной, это норма для обывателя из 404, как городского, так и периферийного. В России же увидеть пьющую молодежь на улице сейчас можно крайне редко. Пьяных видел, но пьющих ни разу. С сигаретами сложнее, но и тут отличие от соседней страны огромное. Страшно сказать, но в российских супермаркетах сигареты находятся в закрытых витринах у кассы. Они есть, но их не видно, и купить их можно, только попросив кассира. С алкоголем еще строже. Его банально невозможно приобрести утром и поздним вечером. Более того, его не продают в праздничные дни. Для обывателя из соседней страны, привыкшего за последние 30 лет к круглосуточным разливайкам, у каждого подъезда это совершенно удивительное явление. Следующее отличие. Освещение улиц В городах в соседней стране нормальное уличное освещение имеют только центральные части областных центров. Стоит чуть отойти на окраину, как вас встретит кромешный мрак. Фонарные столбы в этой стране давно и успешно декоммунизировали. Освещать улицы невыгодно и хлопотно, а если вы поставите свою лампочку и сделаете у себя во дворе собственный выключатель для уличного столба, приедет проверка и вас оштрафуют. Но свет на столбы так и не дадут. В России с освещением небольших городов и деревень дело обстоит совсем иначе. За последние годы российская провинция стала заметно светлее в темное время суток. Не везде, конечно, еще хорошо, но прогресс очевиден. Найти в каком-нибудь российском райцентре заселенную, но не освещенную улицу очень непросто. И опять же, подобный сервис местные воспринимают как данность, тогда как для соседней страны данность совсем другая, блестиво мраке без единого фонаря. Следующее отличие вандализм и воровство. Граждане из соседней страны знатные любители потянуть к себе домой то, что, как им кажется, плохо лежит. У нас же с этим полный порядок. И некоторые вещи происходящие, а точнее не происходящие в России все же удивят обывателя из соседней страны. К примеру, в супермаркетах типа Магнит или Пятерочка в свободном доступе имеются средства дезинфекции. Чаще всего это какая-нибудь бутыль с дозатором. Но иногда ассортимент расширяется до бумажных полотенец или даже рукопойника с мылом. И нужно сказать, их никто не ворует, не переливает себе в банки и не наматывает рулоны бумаги на локоть. Следующее отличие пункты приема металлолома. Один из жестких бичей реальности соседней страны, кроме поголовного увлечения секонд-хендом, это повсеместная работа пунктов приема металлолома, находящихся, как правило, под крышей местных сотрудников охраны правопорядка. Из-за этого явления тысячи бомжей, переворовали все канализационные люки в стране. Из-за этого там развилось целое криминальное направление варья, промышляющего по чужим дворам в поисках всего металлического. Сдают на металл даже калитки, снятые ночью с соседских ворот. Удивительно, но в России подобной эпидемии не наблюдается. Колодезные люки прибывают на месте, а за поселками находятся горы бесхозного металлолома, который никому не нужен. Пункты приема металла, конечно, есть, но, во-первых, за ними более чутко следят, во-вторых, в российской глубинке банально нет подобного количества нищих оборванцев, согласных промышлять таким занятием, как сдача металлолома. Следующее отличие – вывоз мусора и чистка снега. Еще одна особенность российской глубинки, которая сильно удивит жителя глубинки из соседней страны, состоит в трепетном отношении к уборке снега и избиванию сосули. То, что мне доводилось видеть в разных регионах, вызывает уважение коммунальщикам. Не везде, конечно. Для русской зимы пересыпанные солью и песком тротуары, вычищенные тракторами дороги и периодически наезды автовышек для борьбы с опасными сосульками или снежными глыбами, свисающими с крыш. У людей банально больше техники, которая не только есть, но и еще исправна и заправлена. Чистят даже слабо используемые дороги между селами. Но у соседней страны иная реальность. Если ты подскользнулся на льду или тебе на голову упал кусок замерзшей воды, ты сам виноват. О дорогах в соседней стране и говорить нечего. Пока машины не разобьют, снег никуда не денется. Кстати, мусор в России также вывозится эффективнее и хранится подальше от глаз. Мусорные горы, под которыми погребены забытые мусорные контейнеры, это классика из соседней страны. Отсюда в России, видимо, и меньшее количество бездомных животных. Следующее отличие социальный хлеб. В некоторых российских, далеко не столичных и даже не областных магазинчиках, нам доводилось видеть полки с бесплатным так называемым социальным хлебом, который может взять любой, кто пожелает. Я подошел ради интереса, ткнул в одну из буханок пальцем. Она, конечно, не только что из печи, но и не сухарь. Нормальный такой хлеб, который еще вчера продавался за деньги. Возможно, кого-то выручает такая благотворительность. Представить нечто подобное в соседней стране решительно невозможно. Следующее отличие. Медицинское внимание. Ну и, наконец, о медицине. Больницы в российских райцентрах имеют такой вид и оснащены так, что им бы позавидовали многие больницы центров областных в соседней стране. Каждый гражданин России имеет право взять раз в году выходной, чтобы пройти бесплатное медицинское обследование, диспансеризацию. А еще в российских больницах никто с тебя не тянет деньги, в отличие от больницы из соседней страны. Бесплатные бахилы, бесплатная флюорография, бесплатные шприцы даже для тех, у кого нет российского паспорта. В соседней же стране пойти в больницу без денег это весьма непредусмотрительное решение. Так что да, Россия это не страна 404, с чем я всех граждан из 404 и поздравляю. И еще, в нашем блоге на Бусти вышли новые видео. Для чего в 404 приезжал Блинкер, будут ли бить дальнобойными ракетами, как Зе попал в ловушку собственной пиар-стратегии, что в это время происходит в новых регионах и много ли вы знаете чуваков, которые шантажировали Путина. Обо всем этом подробно рассказываем в нашем блоге на Бусти. Там нет рекламы, видео появляется в раннем доступе, ничего не тормозит и плюс ко всему есть ролики, которые никогда не появятся в открытом доступе. Ссылка находится в описании под видео или в виде QR-кода на экране. Переходите и подписывайтесь на наш Бусти.